Приветствую вас, мне немного непонятно, почему, если вы считаете вопрос медицинским, вы задаёте его в раздел психологии, тогда как раздел медицины у нас есть. Это первое. Второе, что касается сна. Моё мнение такое, что существуют люди совы и люди, значит, заворонки. Есть те, кто постно ложится и постно встаётся, соответственно, подбирают себе работу по своим предпочтениям. Да, то есть человек, например, как бы понимает, что ему больше нравится спать именно ночью, допустим. То он, например, подбирает себе такую работу, чтобы она занимала его день, допустим. Если человек чувствует, что ему больше нравится спать днём, да? То есть, ну, вот так получилось у него по жизни, по режиму, по его, значит, предпочтениям, что вот у человека, например, активность лучше происходит именно ночью. То есть, такие люди бывают, вот, то в этом случае человек, как бы, опять же, выбирает себе время уже, соответственно, ночное, да? Ночное время для того, чтобы работать, а днём отдыхать. То есть, всё зависит от того, как, какая предрасположенность у человека, именно. То есть, вот именно от того, какая предрасположенность у человека, в зависимости от этого, он и, соответственно, выбирает, что он будет делать и как он будет делать. То есть, то есть, какое время, грубо говоря, он будет, он будет ложиться и так далее. Вот. Это то, что касается вашего вопроса. Дальше. Значит так. Я понимаю, пишите вы, что ночью нужнее спать, а если ты пропустил ночной сон, можно ли его компенсировать дневным или будут мешать внешние факторы уже. Ну, понимаете, если человек привык спать днём, да, и днём он не поспал, то ночью спать он не будет по привычке, скорее всего. Вот. Потому что, ну, когда, собственно, начинается день, то человек автоматически тянет сон. А когда начинается ночь, у человека просыпается активность. Понимаете? То есть, вот, здесь именно, на самом деле, именно такой момент просто. Что если человек спит всё время ночью, то он днём, скорее всего, не уснёт. Если только очень сильно спать не захочет. Поэтому, компенсировать, мне представляется, что это просто введение себя в такое, знаете, разбитое состояние и всё. Далее, нужно ли корить людей за их дневной сон не пожилых, а молодых и детей или нет? Ну, вы знаете, странный вопрос. Никого корить вообще не надо. То есть, как бы, если человек может себе позволить, он спит. Если человек не может себе позволить, он не спит. Если человек спит в ущерб своим делам. Если человек очень много спит, то это могут быть симптомы болезни. А так, если человек спит днём, это абсолютно никому не мешает и абсолютно ни на что не влияет, то корить вообще никого не нужно. То есть, ваш вопрос, он странный на самом деле. То есть, ваш вопрос, он задан некорректно. Понимаете? В принципе, некорректно задан. Ну, это кто угодно, кто угодно иметь драво жить так, как ему угодно. И никакого нет основания корить кого-либо за его выбор относительно сновидения. Так, дальше, значит, я сплю ночью и днём иногда, например. Это вредно? Нет, это не вредно. Если вы привыкли, например, спать днём и ночью. То почему бы и нет? Если это не мешает вашим делам. Почему бы и не поспать? Главное, чтобы вы чувствовали себя при этом хорошо. Но, опять же, если вы работаете, если вы учитесь, если у вас семья, то как-то странно немного представить себе, что вы можете спать днём. Потому что, ну, даже при наличии, даже при наличии ребёнка, даже при наличии девушки, даже при наличии девушки, спать днём, ну, как-то странно было бы в возрасте, тем более. То есть, в современном мире это больше похоже на некий архаизм. То есть, вот как человек привык спать с детства по часу в день. Вот. Ну, он так и спит. А если в этом что-то хорошее, ну, я имею в виду, что это так делать. Ну, спросите себя на самом деле, не жалко ли вам временем. Просто спросите себя, не жалко ли вам временем. Если вам жалко времени, если вы не успеваете, да, ну, делать свои дела, то, соответственно, не стоит спать. Днём. Если вы успеваете все делать свои дела, то можно и поспать, но тогда, правда, возникает вопрос. А насколько вы заняты, то есть, почему у вас, грубо говоря, так много свободного времени, да, что вы успеваете поспать. Понимаете? Какая история. То есть, вот этот момент является важным. И тут уже каждый сам выбирает. Каждый сам решает, как он хочет. Единых стандартов здесь нет, абсолютно. Но, опять же, почему вас волнует этот вопрос? Вы сейчас вот как спите? Вот так и продолжайте спать. В чём проблема? Проблема. Понимаете? Я бы вот рекомендовал бы вам обратить внимание на то, по какой причине вы задаёте этот вопрос. С какой целью? Допустим, вы спите днём. Мы вам говорим, что надо спать ночью. И что? Что вы тогда будете делать? Подумайте, пожалуйста, об этом. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.